Приветствую вас, дорогие мои зрители! Меня зовут Вера и сегодня мы с вами поговорим о том, что такое пасынок, почему его нужно удалять и как это сделать. Пасынок это дочерняя розетка фиалки без корешков, которая образуется в пазухах листьев материнской розетки, иногда у ее основания. Давайте я вам попытаюсь показать. Так, посмотрите, видите, вот это вот растет пасынок. Вот он, пропустила. Видите, как много их видно? Вот у этой малютки тоже видно. Видите, очень много пасынков. И здесь уже две головы получается. Отрастающие пасынки отнимают у фиалки силы на отращивание голов. То есть, либо одна розеточка растет, либо считайте уже несколько, а тут вообще их много очень. В итоге мы имеем, либо вот такую вот кривую розетку, или вот такую же многоголовую кочку. И из-за этих пасынков отодвигается время цветения. И само цветение уже будет не таким дружным и не таким пышным. Итак, мы с вами разобрали, что такое пасынок. Я вам показала. Теперь я вам покажу инструмент, с помощью которого я удаляю эти пасынки. Это апельсиновая палочка для маникюра. На Валбересе я брала за 108 рублей вот такую упаковку. Здесь 100 штук. Я их использую, конечно же, и по назначению для маникюра, и использую для удаления пасынков. Чаще всего я пользуюсь вот этой вот стороной, которая в виде лопаточки. Но если совсем миниатюрная, вот такая вот, видите, пасынки очень малюсенькие, то использую вот этот вот острый наконечник. Давайте попробую вам показать, как я это делаю. Аккуратно отодвигаю листья. И в основании пасынка начинаю поддевать палочкой. Вот у меня отвалился листочек. И с другой стороны. Так, вот видите. Так, не вижу, куда. Вот он. Один пасынок удалила. Здесь они помельче. Некоторые используют пинцет. Неудобно. Неудобно палочкой. Ну, так получается, что по одному листочку. Так, вот видите. Здесь должно быть чистенько и свободно. И вот из-за того, что у меня на этой фиалочке, я не уследила, дала расти пасынкам, не образуются цветоносы. А ее сестренки, вот этой вот фиалки, уже начали цвести. То есть, вот настолько отодвигается цветение. Так, еще вот один пасынок. Так, вот теперь розеточка будет расти ровной. И через какое-то время она начнет давать цветоносы. Ну, вот эту вот кочку я буду обрабатывать самостоятельно. Не буду ее снимать на камеру. Потому что здесь очень долгий процесс. Не буду вас сильно задерживать. Я уже снимала видео о том, что вот данные пасынки, вот если он, этот пасынок большой, и если его удается снять розеточкой, вот сейчас я попробую снять его аккуратненько, не по листочку, то посадка данного пасынка будет самым лучшим способом для размножения фиалки. Вот видите? То есть, я его втыкаю в грунт. Он укореняется. Я уже показывала, как укоренять пасынки. Один пасынок удалила. Здесь еще один есть маленький. Ну что, дорогие мои, на этом буду с вами прощаться. Ставьте лайки, если это видео вам было полезным. Задавайте вопросы в комментариях. До скорых встреч. До свидания.